При кажущейся простоте на самом деле работа не так уж проста, и в основном то, что мы хотим вам показать, оно возникает, это параметры ваших ощущений. И сейчас, пока еще Александр Иванович показывал структурную часть работы, визуально это заметно. То, что мы будем смотреть дальше, вы можете почувствовать. Вряд ли вы это просто почувствуете на таком расстоянии, но если вы будете с кем-то работать в этот момент, возможно, даже с собой, то вам легче будет почувствовать эту работу. Структурная подготовка в работе с датчиками стопы, она обязательна. Сейчас мы с вами посмотрим, где они расположены, точнее, где расположена проекция датчиков стопы на поверхность тела. Потому что контактировать мы будем с ними всеми одновременно. Но вот симптомы могут появляться точечные в конкретном, в одном из каком-то, в любом из датчиков давления. Или вот, Юра, можно попросить вас снять один носочек? Можно этот, например, если лучше будет видно? Эти ориентиры, они есть, во-первых, на доске. Я пока работала, Александр Иванович, изобразила все, что хочу вам рассказать схематично на вот этом листочке. А можно изобразить эти датчики стопы с помощью маркера на стопе? Мы сейчас их изобразим. Для того, чтобы их найти, нам необходимо будет пропальпировать стопу. Если вы только что повторяли то, что показывал Александр Иванович, вы уже немножко это сделали, вероятно. Здесь есть подсказки. Нам нужно будет найти два датчика на латеральной стороне стопы, один на медиальной стороне стопы. Их легче найти всего. Если на медиальной стороне стопы мы находим медиальную лодыжку. Проводим один ориентир по задней поверхности, вот медиальной лодыжки, и по нижней поверхности еще один ориентир. На пересечении этих линий и на 3 мм ниже расположен один из датчиков. Ну, 3 мм – это такое вот небольшое расстояние, но у Джаматео есть склонность к вот такой детализации. Если мы будем, а латеральную сторону мы тут не увидим. Может, на этой ножке? Давайте, да. Вот. На латеральной части стопы, если здесь мы смотрим по внешней части, то на латеральной части это будет по внутренней. Вот. И на пересечении этих линий на 1 мм. То есть это, по сути, на пересечении этих линий будет находиться этот датчик стопы. Еще один на боковой поверхности находится… Нам нужно найти максимальную головку плюсневой косточки пятой, и вот латеральное этого места будет этот датчик стопы. Так. Дальше. Тут будет лучше видно. Вот они изображены. Это латеральная поверхность, это схематичная, это медиальная поверхность. А вот это я изобразила три клиновидные кости, которые входят в состав предплюсный. И вот плюсневые кости – это их проксимальная часть. И вот нам нужно найти первую, вторую, третью клиновидные косточки и 5 мм отступить в сторону дистальную. Да? Справимся мы с вами? Вот. Или наоборот. Если удобнее будет не по клиновидным косточкам, вот, найдите кости плюсны, и, собственно говоря, на границе с клиновидной костью находятся эти косточки плюсны. Вот. И здесь мы отмечаем. Ага. Ось проходит по центральной линии клиновидной кости. Вот. Они находятся… Вот. Здесь есть такое… В месте, где есть суставчик, там небольшое углубление существует. Вот. Слушай, немножко я буду смещаться. Вот. И вот немножко дистальны. 5 мм. Вот. И там есть опечатка, и обратите на нее внимание, это я ошиблась, потому что я сориентировалась на иллюстрацию в книге, а там тоже сделали ошибку. Соответственно, там еще один датчик стопы расположен. Проксимальные, а не дистальные. У вас он здесь вот изображен, а вам нужна в первой клиновидная косточка пару миллиметров проксимальные вот сустава. Соответственно, это будет где-то вот здесь. Вот. Каждый раз вы будете знать, где они находятся, и каждый раз им искать, по сути, их не придется, потому что контактировать мы будем с этими датчиками стопы, как правило, вот таким вот образом. Вот. То есть мы будем контактировать со всем этим регионом. Вы можете чувствовать их дискретно, но не обязательно будете чувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова